В общем, добро пожаловать на девятую лекцию. Вот она у нас такая, немногочисленная по людям, и это совершенно правильно, потому что она не то чтобы суперобязательная, это просто такая добавочка, в общем, к тому, что вы прошли на этом курсе. И что, собственно, вы можете делать руками? Понятно, что чтобы вот эти манипуляции, которые я сейчас буду показывать, производить, нужно иметь некоторую базу теоретическую. Откуда эту базу взять? Я вам, я все еще вам напишу. Я честно пишу, я уже написала вот столько и напишу еще вот столько. Благо драфт в Телеграфе сохраняется, а то я, честно, два раза очень переживала, что я закрывала страницу и все. Но нет, все будет, я напишу. Собственно, для того, чтобы какие-то знания подчеркнуть, желательно пройти некоторое количество курсов. В идеале, конечно, желательно пройти нашу любимую техносферу, потому что вот там вот учат все, как надо. Вова вас научит данные любить. Что можно попроще сделать? Можно, ну, в смысле, попроще в рамках самообразования, можно пройти курс Эндрю Ина, это, собственно, всеми любимый, или как его Эндрю Энджи, некоторые называют, как я называла, пока мне не открыли глаза на то, что он на самом деле ин, вот, а это просто транскрипция. У него прекрасный курс по машинному обучению, вообще замечательный. Почему? Потому что он для неспециалистов подходит прекрасно. Он объясняет просто как бог. Я не знаю, откуда у этого человека такие способности, в смысле к преподаванию в том числе, но он объясняет супер понятно. Поэтому если вы, в принципе, с машинным обучением дел общих раньше не имели, то я вам очень советую начать именно с него, потому что он дает базу, он объясняет, что с этим вообще всем богатством делать, и зачем это, в принципе, бывает нужно. Для тех, кто не готов к такому хардкору, и вообще считает, что вот это все как-нибудь программисты сами разберутся, вы им просто таск поставите, можно провести его курс, который называется AI for Everyone, и он даст вам базовое представление о том, что вообще происходит в мире технологий, связанных с искусственным интеллектом. Курс состоит из четырех недель. Он, по-моему, платный для того, чтобы получить сертификат, но стоит типа полторы тысячи. Ну, то есть не 70, в общем, в принципе, потянуть можно. В этом курсе он рассказывает о том, что такое искусственный интеллект, что такое машинное обучение, что люди думают, когда это слышат, и что на самом деле происходит. Я вам тоже сейчас чуть-чуть про это скажу, и, может быть, кого-то расстроил из тех, кто не имел дела с этими вещами, хотя тут, судя по вам, многие имели. Но, тем не менее. В общем, сейчас от искусственного интеллекта и машинного обучения ждут очень-очень-очень многого. И на самом деле чаще всего получается так, что ожидания превышены. Потому что все ждут каких-то невероятных магических систем, которые сейчас просто... Ты что-то нажал, и оно там... Оооо! Выдало тебе какой-то невероятный результат, просто тебя суперудивило, и такое все неожиданное, как будто естественно сгенерированное. Просто... Все ждут такого. На самом деле нет. Работает это по-другому. Работает это следующим образом, что у вас есть огромное... Ну, это хорошо, если у вас есть, если у вас нет, то у вас, ну, как бы не очень хорошо все. Чтобы все было хорошо, у вас должно быть огромное, невероятное количество данных, которые вы, собственно, посылаете на обучение. И как эти данные обычно выглядят, это, в общем, грубо говоря, если мы говорим о... Супервайст... Как это? Я забыла по-русски. С учителем. Да, простите. На размеченных данных. Если мы говорим о супервайст-обучении, обучении с учителем, то это выглядит так, что у вас есть куча данных, они размечены. Там есть картинка котика, и написано, что это котик. И там есть картинка не котика, и написано, что это не котик. Вы все это засовываете в большую классную модель, которую вы придумали. Она там все это как-то переваривает. И потом, когда вы ей показываете картинку котика, она говорит, это котик, а это не котик. Вот это вот то, что вы можете ожидать. А если вы ждете, что она сделает вам после того, как вы засунули в нее кучу фоток 3D-модель котика, который после этого еще будет натурально мяукать и просить его погладить, то вот хочу вас огорчить, так эта фигня не работает. А жаль. В принципе, хотелось бы, было бы неплохо. Та же история абсолютно происходит со звуком. Если вы хотите делать систему распознавания звука или систему генерации речи, синтеза речи, то для того, чтобы начать нормально распознавать речь, вам нужны какие-то невероятные часы записи пользовательских голосов, которые вы, собственно, потом загоните в модель и такие, ага, это, наверное, человек что-то сказал. И тогда, если вам 10 тысяч раз сказали слово «кошка» и 2 тысячи раз сказали «не кошка», вы тогда поймете точно, это кошка. Точно была кошка, нормально все, точно вам говорю, вот это кошка. Вот так это происходит, а не вот то, что там чего-нибудь. Ну просто когда мы сейчас сталкиваемся со всем этим огромным невероятным хайпом относительно машинного обучения, ну и его областей, мы часто ждем каких-то невероятных результатов, но это инструмент очень удобный, и он помогает работать с большим объемом данных и помогает делать какие-то выводы. И, собственно, сегодня мы посмотрим на то, какие выводы вообще можно делать и можно ли делать. Я тут пока один датасет смотрела, мы смотрели вот вместе с Олегом, нашли то, что… это датасет из Кегла, вы там можете их найти и посмотреть. Один, короче, из них неправильный оказался, и мы вырезали половину в итоге, вот, из-за этого, собственно… а второй нормальный, его мы посмотрим поподробнее. Собственно, как все это происходит? У вас есть в Юпитере ноутбуке, и в Юпитере вот здесь у меня лежат два ноутбука, и лежат датасеты разные. Мы эти датасеты загружаем сюда, собственно, в ноутбук, и вообще дальше начинаем их крутить всячески по-разному. Идеи — это Exploratory Data Analysis. Собственно, мы смотрим на данные, пытаемся понять, что у нас есть и что есть что. И только после того, как мы посмотрели, мы можем там начать чего-то учить. И тут наступает еще момент, когда вас постигает разочарование. Ну, не всех вас меня постигало, когда я только начинала этим заниматься. Я думала, ну все, классно, сейчас у меня есть данные, сейчас я как выучу модель, как она мне все подскажет, вот это будет круто. А оказалось, что я еще там в лучшем случае 40 минут сижу такая, так, это значит у нас категория, это значит у нас натуральные числа, это значит ненатуральные числа, это у нас вообще не числа. И вот занимаешься примерно вот этим. А там, где есть дырки, ну в столбиках таблицы датасета, разные ты такой, ну ладно, сейчас я посчитаю среднее, тут что-нибудь еще сюда вставлю. Оказалось, что на обработку данных уходит какое-то вообще невероятное количество времени. У меня, у меня, может у вас все нормально с этим будет или есть, не знаю. Вот у меня много уходит. И на самом деле очень сильно зависит результат тот, который вам выдаст модель, от того, как вы данные почистили, как вы с ними поработали предварительно. Потому что если с ними до этого не работать, то получится, конечно же, какая-то фигня. Как в датасете, вот в этом в конце у модель выдавала ошибку 78 тысяч. Не как бы не 0,7. Ребята, 78 тысяч там было. Ну ладно, хорошо. 78 тысяч, в принципе, нормально. Ничего страшного. У всех такое бывает. Текущий Data Science работает с разными языками. Но чаще всего и проще всего начинать с Python или с R. Мы будем рассматривать Python, потому что в R я не шарю, извините, поэтому я тут вам Python принесла. И, собственно, глянем, что тут можно делать. Первым делом то, что мы начинаем, собственно, с этого как раз Exploratory Data Analysis и импортируем необходимые нам библиотеки Pandas, Matplotlib, NumPy и Seaborn. Я не буду вам супермного объяснять, на самом деле, про математику. Я вам буду говорить какие-то общие вещи, которые вы потом при желании посмотрите у Инна, в курсе техносферовском нашем, который лежит тоже на YouTube. Посмотрите, наши ребята очень классно ведут дополнительные главы машинного обучения. Это вообще самый замечательный курс. Поэтому про все это почитайте позже. В общем, здесь мы импортируем необходимые библиотеки. Учитель я, конечно, от бога. И видите, тут циферка один. Значит, все удалось, ошибки не было. Поэтому мы с вами пойдем дальше. Собственно, здесь мы с вами создаем функцию для того, чтобы потом эти данные можно было проще визуализировать. Мы подаем на вход то, что у нас будет по осям x и y, то, как мы, собственно, будем это делать и как мы будем это помечать. И у нас опять все получилось. Вот это здорово, да? Классно. Очень удобно. Дальше. То, что нам нужно сделать, без чего оно, конечно же, не полетит, нам нужно, собственно, импортировать эти датасеты, которые у нас лежат в этой же папочке. Мы их успешно импортировали. Это прекрасно. Прям неустую поражаться, какая же это чудо-магия. И мы можем посмотреть. Мы возьмем метод head датасета и посмотрим, чего там находится в самом его начале. Здесь вы видите, что у нас есть название приложений, их размер, валюта, в которой они продаются, если они платные. Ну, у всех есть валюты, на самом деле, тип валюты. Сколько всего рейтингов, какой рейтинг по версиям, чего там еще, жанр, какими девайсами поддерживается, сколько языков поддерживается и всякие прочие вещи. Тут мы смотрим, у какого столбца условно какой тип. Ну и смотрим еще один датасет. Чего там есть? Там у нас есть, собственно, айдишник, размер и краткое описание приложения. Это мы смотрим на App Store. Это выгрузка за какой-то прошлый, что ли, год? Позапрошлый. По-моему, прошлый год. Приложения, которые были в App Store. Собственно, сейчас мы посмотрим на топ-10 приложений за весь рейтинг, который есть. Почему вообще эта штука суперудобная? Потому что мы, проведя вот такую операцию, несложную на самом деле, мы просто здесь выбираем, собственно, параметр, который нам нужен, выбираем тип графика, как все это будет выглядеть, выбираем, что у нас будет по оси X, X по оси Y, и, собственно, строим этот график. Здесь мы видим всего, какой рейтинг есть, и здесь мы видим, собственно, топ-10 приложений на основе рейтинга. И топ-1 приложений — это у нас Facebook, потом Instagram, потом Clash of Clans, Temple Run, и меня жутко удивило, что Spotify Music здесь вообще ни разу не первый. Но, тем не менее, это достаточно логично, потому что все-таки у Facebook распределение больше по людям, чем у Spotify. Ну и он, конечно, бесплатный, в отличие от Spotify, что тоже логично. Но забавно смотреть, что после Spotify сразу Angry Birds идет, по-моему, это очень мило. Кстати, Clash of Clans — это тоже игра, если кто не знает. То есть у нас на первых двух позициях идут соцсети, а потом идет игра. И тут мы можем сразу как-то сделать себе заметку о том, что на самом деле интертеймент, он очень важен, и то, что в App Store'ах имеет высокий рейтинг, скорее всего, большая часть приложений связана с интертейментом. Но мы дальше посмотрим на примере плей-маркета это все. Но спойлер так и есть. Люди любят играть, это нормально. Им бы чем-нибудь время свободное убить, а? Что? Не влезет. А вот и такое тоже есть. Ну, на самом деле, религиозные всякие штуки — это достаточно тоже популярная тема в сторах турецких и, ну, собственно, из арабских всяких стран. Топ-уан приложение — это, собственно, расписание... Господи, а? Молитв. Давайте, да, молитв. Просто я, вот, намаз, не намаз, мне... Я, простите, очень плохо разбираюсь, я не очень в этом. Но на самом деле, вот, топ-уан — это как раз расписание, когда, чего, там приходит пуш, и потом сразу ты слышишь, собственно, как поет мой дзин, и вот это слово я знаю, да. И, собственно, молитв вместе с ним. Я даже ставила себе такое приложение. Когда-то я ездила в Стамбул два года назад, и когда я, собственно, зашла в стор и увидела, что там, ну, в топах это какое-то приложение, я поставила, и это действительно работает. В смысле, там прям люди ходят со смартфонами, такие, о, пуш пришел. Собственно, совершили некий ритуал и начали молиться. Очень, конечно, все это интересно выглядит, очень высокотехнологичный подход к религии, необычный. Вот. Ну, молодцы, чувак. Хорошо. Я не знаю, кстати, монетизируются как-то эти вещи или нет. Наверное, нет. Мне кажется, они все достаточно это... И это понятно почему. Сейчас мы посмотрим с вами на топ-10 приложений, на основе... Основываясь на размере, собственно, самого приложения. Там, где непонятные квадратики, это что-то китайское. Вот. Просто не шмогла, да. Но вы можете, в принципе, понять, что, судя по тому, что на первом месте Rome Total War, это такая большая-большая тяжеленная стратегия, в которую очень многие играют, и оставляют там бешеные тысячи. Честно. Эти игры зарабатывают бешеные деньги. Просто бешеные. А вот Rome еще... Господи, как же они... Есть очень похожие стратегии. Я, к сожалению, сейчас, наверное, не вспомню. Но, тем не менее, вот такие вот именно стратегии, где надо город построить, потом пойти что-то отвоевать, кого-то убить, и там найти друга, и потом его тоже убить. Они зарабатывают прям, ну, невероятное количество денег. Но неудивительно, что они, как бы, им весят много, потому что там, конечно, графика достаточно серьезная, и бывает и 3D-шная, и это интересно, дорого. И вот это вот все. Давайте дальше посмотрим. Посмотрим, что у нас там по цене. Смотрим, что у нас все в долларах, и смотрим, что у нас здесь, собственно, есть. На основе цены по топу у нас приложения Words for Life, чтобы... Чем бы это ни было. В общем, какие-то приложения разные, и некоторые из них связаны со всякими а-ля офисными вещами, типа вот Document Scanner. Очень интересно. Articulation Test Center. Cubase. Кстати, в одном из... Ну, чего там, у него 50 с небольшим где-то рейтинг. Но, тем не менее, его все еще кто-то покупает. Удивительно. Я думала, что он давно уже умер. В общем, тут мы просто вывели, что у нас, в принципе, есть, какие очевидные топы. Очень удобно, на самом деле, так посмотреть. Можно все это делать в Excel, можно загнать это в питонный... в Юпитер ноутбук. Мне быстрее в Юпитере все эти вещи делать, потому что оп-оп, что-то написал, оно все сработало. А пока ты будешь, типа, where, там, сам, вот это все, я, например, сойду с ума, скорее, чем это сделаю. Вот, поэтому в Юпитер ноутбук, выбор продукт-менеджера. Сейчас мы посмотрим на то, на линейную корреляцию всяческих фичей и посмотрим на то, как количество языков влияет на рейтинг приложения. Как вы видите, влияет. Это единственное, что влияет, на самом деле, потому что в других вещах, например, вот с ценой нет вообще практически никакой корреляции. Ну и, конечно, мы просто построим график. Это суперудобная штука, я очень люблю на нее смотреть. Это, ай, 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 извините. Это условный такой хитмэп. На нем можно посмотреть, что, где корреляция есть, где корреляции нет. Там, где светло, корреляция есть, там, где темно, корреляции нет. Вы думаете, что корреляции много, но на самом деле это те же самые столбики просто вместе чаще всего попадаются. Вот, поэтому то, что у нас количество языков и рейтинг как-то между собой коррелирует, это достаточно редкая штука. И можно порадоваться, что мы все-таки смогли найти ее. Собственно, здесь можно еще раз посмотреть на корреляцию количества языков и на рейтинг приложения, если там он есть, и вообще как-то все происходит. Еще один вариант графика. достаточно интересно. Так, здесь дальше идет подготовка данных. С этим датасетом мы с вами заниматься не будем, потому что там дальше все не очень хорошо происходит. Сразу перейдем на гугловый. От этого я хотела показать только графики. Здесь, для того, чтобы вот такие штуки строить, очень хорошо помогает библиотека, которая называется Seaborn. Можно делать это штукой в Matplotlib, но Seaborn намного краше, интереснее. Там суперкрасивые спецэффекты можно придумывать. Все такое цветное, прекрасное. Matplotlib поскушнее будет. В общем, пользуйтесь. Достаточно удобно. Если не хочется как-то вообще углубляться там совсем в ML, в модельки и прочие вещи, можно пользоваться хотя бы вот Seaborn и просто вот строить вот такие вот таблички, таблички диаграммы. Я забыла, как это называется. Это называется диаграмма. Прекрасно. Вот можно строить диаграммы. Это удобно. Можно сразу быстренько все посмотреть. Возможно, даже что-то понять. Не всегда, но иногда помогает. Как-то так. Сейчас пойдем ко второму датасету про анализ приложений в Play Store. Здесь у нас в конце даже будет немножко имейля. Вот. Но начнем мы также с импорта необходимых нам библиотек и, собственно, с загрузки датасетов и прочих вещей. Очень было бы хорошо, если бы ничего не сломалось. Но я вроде три раза проверила. Не должно. Собственно, здесь мы загружаем датасет, который называется Google Play Store User Review и смотрим сначала методом Head, какие у нас здесь есть, собственно, столбцы и первые четыре элемента, пять элементов в таблице. У нас здесь есть приложение, само Review, оттенок этого Review, позитивный он или негативный, полярность Review и, собственно, субъективность этого, предметность этого отзыва. И загружаем датасет, собственно, с данными про приложение. Он, конечно, побогаче. Здесь у нас есть и приложение, и его категория, и рейтинг, и количество Review, и размеры, и инсталлы, и тип, там, платные или бесплатные, цена, если это платное приложение, рейтинг контента в смысле для больших, для маленьких, для подростков, не для подростков и прочие вещи. Жанры приложения и последнее обновление, текущая версия и текущая версия Android. Вот. Собственно, сейчас мы посмотрим на количество уникальных категорий этих приложений. Всего 33 категории. Ну, это, на самом деле, достаточно много. Вот вы можете видеть на экране у себя на ноутах, если вы сейчас там что-то делаете, какое количество категорий есть. Их 33, и, ну, они все достаточно разные. Дейтинг, арт-дизайн, auto-invicles, бьюти, ну, и прочее, прочее, прочее. Мы убрали из этого категорию 1.9, потому что к ней относится всего одно приложение. Вот. Мы не будем это учитывать, это как-то не очень. Называется No Life Made Wi-Fi Touchscreen Photo Frame. Будем считать, что оно нам не очень нужно и не жизненно важно для анализа текущего нашего. Вот. Следующим шагом мы удаляем ряды, ряды, я правильно говорю, да? Строки, господи, точно, rows, простите, у которых нет никакого рейтинга. Вот, отлично. И, собственно, дальше начинаем работать с нашими данными. Смотрим, есть ли у кого-то какие-то, господи, я все забыла, я не помню, как это по-русски. На All Value тут написано. Вот. Пропущенные значения. Спасибо, да, пропущенные значения. Если есть, то нам бы нужно было с ними поработать, но мы сейчас смотрим и ничего такого нет. Так что, в принципе, все достаточно удачно прошло. смотрим описывая, смотрим описание категории, давайте назовем это пока что категории рейтинга, какой у нас есть, какой максимальный, какой минимальный, какой средний. Дальше будем с этим как-то работать. Здесь мы смотрим вообще распределение рейтинга и количество приложений, что у нас очень многие, большая часть приложений имеет на самом деле рейтинг где-то 4,5, 4,4, рейтинг 5 имеет совсем не такое большое количество приложений и самый низкий рейтинг тоже маленькое количество приложений. Ну, то есть, на самом деле, да, действительно, из этого тоже можно сделать вывод, хотя он и так кажется достаточно очевидным, что люди обычно не ставят оценки 2, они ставят 2, когда их жутко бесит, но такое не так уж часто происходит, хотя казалось бы. Обычно оценки действительно варьируются что-то типа там 4, 4,5, там что-нибудь такое. И мало кто ставит пятерки, потому что пятерка, это же надо признать, что, господи, это приложение просто потрясающее, как я раньше без него жил, я даже не представляю себе. Достаточно сложно вообще решиться на такой шаг, вот видите, 4,9 даже люди такие, ну не очень, вот, но тем не менее, многие приложения, как мы можем судить, такие себе средненькие, ну то есть такой здоровый середнячок, с ними как-то можно работать. Сейчас посмотрим на топ 35 жанров приложений, которые у нас тут есть, как мы это сделаем, вот, значит, смотрите, тут у нас всякие инструменты, интертеймент, образование, экшен, чтобы это ни было, productivity, medical, спорт, communication, finance, photography, персонализейшн, лайфстайл, и многое, многое, многое другое. Вы видите, что первое, там, тулс и интертеймент, тулс, это чаще всего связанная, штука связанная с там, какой-нибудь камерой, не камерой, что-то, что помогает вам чего-то делать, интертеймент, это игры и прочие всякие штуки, education, ну, понятно тоже, какие-то приложения, которые помогают вам учить языки, или это Coursera, которые помогают вам проходить какие-то онлайн-курсы, в общем, какие-то такие штуки. А сейчас посмотрим, в каких категориях самый большой рейтинг, и у какой категории больше всего инсталлов. Вот у нас, смотрите, какая красивая штука-то получилась, на самом деле. мы видим, что у всех такие более-менее средние абсолютные рейтинги, вот, и чтобы посмотреть, у какой категории все-таки рейтинг выше, мы посмотрим, у каких 4 рейтинга 4 и выше в следующих категориях, и смотрите, что у нас тут получается. У нас тут получается, что 4 и выше это арт и дизайн, books and reference, бизнес, ну, достаточно, на самом деле, много, но явно не 35, сильно меньше. Вот. Дальше мы видим с вами, ну, тут можно читать на самом деле выводы, которые здесь написаны, это может даже лучше, чем то, что я вам сейчас говорю. Мы видим, что в категориях auto and vehicles и entertainment чего-то, на самом деле, пошло не так. Ну, как не так? У них достаточно мало приложений с рейтингом 4 и выше. А это что значит для нас, как для продуктов? Что будет приятным, наконец-то. Ну, ладно, хорошо. Так, а еще? Что можно сделать нормальное приложение. Правильно, что можно сделать, наконец-таки, нормальное приложение. Игры и что-то связанное с машинами и транспортными средствами. Это может быть и какой-нибудь каршеринг, и какая-то штука для коммуникации с машиной, и какая-то штука, связанная вообще с расписанием транспорта. Ну, it depends, на самом деле. Вот. Чего ты, ты что-то хотел сказать? Нет? Окей, ладно, хорошо. Теперь мы посмотрим на приложения, которые больше всего выручки приносят. и посмотрим, есть ли корреляция между инсталлами и всякими другими параметрами. Ух! Смотрите, какой классный у нас получился хитмэп. И мы видим, что есть корреляция между, 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 между. Вот у нас между жанром и категорией, но это, в принципе, не очень удивительно, и между разными другими фичами. Собственно, посмотрев на такую штуку, более-менее становится понятно, что и с чем как-то связано, если оно, конечно, связано. Вот. Дальше, если бы я помнила, что мы делаем, дальше мы смотрим на контент-рейтинг, инсталлы и на само приложение. Очень неудобно, конечно. Ой, мне кажется, я сделала еще хуже. Да? Наверное, да. Ладно. В общем, не важно. Таким образом, мы можем прианализировать данные, которые у нас есть, сделать какие-то предварительные выводы и потом с помощью обучения модели посмотреть, действительно, это так или не так. Собственно, сейчас мы посмотрим на модельки, чего, как у нас есть, работает ли что-то или не работает, и мы будем использовать, собственно, дерево решений, такой классификатор, чтобы посмотреть, будет ли приложение успешным или не будет. Ну, просто постараемся над этим подумать как-то. Тут мы, собственно, на этом этапе мы занимаемся как раз подготовкой и обработкой данных. собственно, как и на следующем на самом деле тоже. Мы делим данные на 80 и 20, 80 у нас идут в обучение, 20 у нас пойдут в тест, в проверку. Мы смотрим, обучаем немножко, обучаем немножко модель, капельку, чисто чуть-чуть, и видим следующие выводы. Видим, что всего строк 8892 из них 4568 приложений популярны и 4324 приложений не популярны. Вот. Для того, чтобы у нас был 80 на 20 train test split, нам нужно примерно 1 тысяча, нам нужна примерно 1 тысяча 778 4 приложения на тест. Вот. И, собственно, мы вырезаем 1010 приложений из популярных и 766 приложений из непопулярных. И дальше будем работать с ними. Здесь мы видим, сколько приложений в итоге у нас будет использоваться для тренировки модели, и сколько у нас будет использоваться приложений для проверки качества модели. Собственно, примерно так, как мы и хотели, так и вышло. Fitim модель, выбираем классификатор Decision Tree Classifier, и заполняем условно нашу модель. И строим по этой модели предсказания и смотрим, насколько предсказание совпадает с тем, что у нас есть на текущий момент. Ну, совпадает, в принципе, но совпадает не всегда. И после этого нам стоит померить точность нашего классификатора, правильно ли мы все предсказываем или нет. В принципе, мы видим, что с текущей моделью мы предсказываем правильно на 72%, что, в принципе, неплохо, учитывая машину. Ну, я понимаю, нет, можно и больше, конечно, но знаете ли, что, в принципе, неплохо, но можно было бы и лучше, конечно. Если здесь попробовать, по-моему, мы здесь не пробуем Random Forest, нет, мы тут, по-моему, не стали как раз его делать. Если использовать, например, случайный лес, то, скорее всего, что точность модели будет выше. Можно этим заняться, но это займет больше времени и тогда без математических объяснений точно не обойдется. Ну, не хочется, все-таки нужно помнить, что моральная готовность не у всех есть для того, чтобы слушать лекцию по Data Science, тем более от меня. Вот, это такое себе удовольствие. Собственно, дальше мы посмотрим с вами на то, что вызывает, условно говоря, вызывает эту самую популярность. Вот, вот. Мы с вами видим, что некоторые жанры являются популярными и что цена у популярных, цены разные у популярных приложений, но на самом деле мы из этого можем сделать вывод, что самые популярные приложения на самом деле бесплатные. Размер на самом деле не очень имеет значения. Вот, и популярное, вот оно, самое популярное из того, что есть. Мы смотрим, тут вот написан прекрасный вывод, спасибо этому человеку, который сделал этот кернул на кегле, он мне очень помог и помогает прямо сейчас. Мы видим, что с текущим размером, типом, ценой, типом контента взрослым и невзрослым, мы можем запредиктить, предсказать на 72% в точности, что у приложения будет больше, чем 100 тысяч инсталлов, и оно будет хитом для, ну, на Google Play Store. Вот. Собственно, здесь прекрасные выводы есть, что для того, чтобы это была какая-то инновация, для того, чтобы сделать что-то новое, разработчики должны акцентировать свое внимание на приложениях с категорией авто и транспортные средства и интертеймент, ну, то есть игры и прочие такие штуки. Вот, потому что не так уж много высоко оцененных приложений такой категории есть в App Store. Для того, чтобы получить какую-то выручку, специалисты, будьте здоровы, специалисты по маркетингу должны делать рекламу, покупать рекламные места в топ-40 самых широко или больше всего установленных приложений из списка, которые есть сверху. И для популярности, ну, понятно, что люди, которые делают приложения, должны концентрироваться на то, в какой категории, в какой жанре, в каком жанре они эти приложения делают. Вот, ну, на самом деле, нельзя забывать, что такие вещи, как там, размер, тип, цена, и, конечно же, тоже имеют значение, но на самом деле они не имеют такого большого значения при определении, насколько эта штука будет популярной или нет. Здесь вы дальше видите, что можно использовать разные другие модели, это может быть и Random Forest, о котором я говорила, и Log Regress, и, собственно, метод ближайших соседей, можно с разными вещами работать, но они будут давать до 80% точности в лучшем, ну, может быть, конечно, побольше, но не факт. Вот, но Random Forest, я пробовала на этом датасете, он дает что-то типа 79, по-моему, процентов. В общем, можно, в принципе, его попробовать, но сейчас мы, конечно, этим заниматься тоже не будем. Очень кратенечко получилось, если честно. Я думала, что больше будет. Давайте я вам чего-нибудь еще про всю эту историю расскажу, про то вообще, зачем вам это надо, ну, как продуктам. То есть, вот сейчас то, что мы с вами сделали, на самом деле заняло, типа, час. Вот. Это немного. Нет, но я понимаю, что продукты это вообще очень занятые люди, у которых там очень обширное расписание совещаний, ну, типа там по 8 часов всяких встреч прекрасных бывает, а когда их всего две, это прям праздник какой-то. Но, тем не менее, на самом деле, чтобы проанализировать такую штуку, много времени не надо, особенно, когда есть какой-то экспириенс. Хорошо, если он есть, если он нет, то он достаточно быстро нарабатывается. Ну и, как вы видите, по мне, быстро забывается, потому что я не трогала это месяца три, не помню уже примерно ничего, особенно, как это будет по-русски. Это прям очень грустно. Вот. Но, если вам нужно быстро сделать какой-то вывод и понять, в какую сторону дальше двигаться, ну, хотя бы примерно, на что посмотреть, это отличная вещь, которую можно использовать. Это можно использовать, на самом деле, не вот, ну, не только скачивая датасет из кегла и там какие-то кернелы и глядя на то, какие данные уже лежат в интернете в свободном доступе. Конечно, если у вас есть пользовательские данные, это самое богатое, это самое лучшее, что вообще у вас может быть. И предиктить можно совершенно, ну, не любые, конечно, но очень многие вещи. Например, мы можем смотреть, насколько, и предсказывать, насколько женщины покупают каких-то вещей больше, чем мужчины, или насколько женщины вообще покупают какие-то вещи, ну, или наоборот, насколько мужчины эти вещи покупают. Кто, как реагирует рекламу, насколько, на рекламу, насколько люди больше кликают на рекламу в этом месте на сайте, насколько в другом месте на сайте, насколько это зависит от их пола, возраста, роста, там, и других параметров. Очень хорошо рассказано вообще про кликовую модель в нашем курсе техносферовском в рамках инфопоиска, по-моему, если мне память не изменяет. Там очень хорошо рассказывают, как можно, имея определенное количество кликов и поведение, связанное с ним, запредиктить, предсказать пользовательское поведение дальше. С этим можно работать. Из еще вещей, которые есть, можно с этим классно работать в плане аналитики. То есть у нас есть, например, если это какие-то голосовые вещи, у нас есть, допустим, миллион голосов. И для того, чтобы дальше сделать классную интонацию, мы можем посмотреть, проанализировать данные, которые у нас есть, проанализировать спектрограммы, и понять, какие из голосов веселые, какие из голосов печальные, какие из голосов грустные, громкие, тихие, ну и прочие вещи. Конечно, это все должно быть размечено изначально. И вы понимаете, тут-то начинается вот эта ужасная боль, разметить миллион голосов. Это тяжело. Но тем не менее, мы все это размечаем, и это может нам подсказать, собственно, как нам дальше, в какую сторону двигаться. И потом, имея эти данные, показав это все пользователям, мы можем понять, какие голоса пользователям тоже больше нравятся. Грустные, печальные, веселые, какие вообще. И на основе этого тоже делать какие-то выводы. Понятно, что не всегда для того, чтобы делать продуктовые выводы, нужны датасеты в тысячу на тысячу строк. Ну, там, тысячу на тысячу — это небольшой совсем датасет. Ну, тысячу на тысячу больше размерности. Но бывает просто какое-то количество оценок человеческих, которые тоже могут помочь. Например, мы не очень много об этом разговаривали, мы говорили о том, что нужно проводить качественные исследования. Но, например, в работе с поиском мы часто используем асессорские оценки. Ну, и не только в работе с поиском они используются, в работе с разными другими приложениями часто тоже. Асессоры — это люди, которые оценивают качество того, что у нас есть. И мы, например, можем давать им пару запрос, пару запрос-ответ, пару вопрос-ответ, а это разные вещи абсолютно. Собственно, люди, асессоры могут оценивать совершенно разные вещи, это суперудобно. Они могут оценивать и качество ответа, но это как самая важная, конечно, штука. Но качество ответа — это тоже может быть, знаете, ну это хороший ответ или плохой ответ. Это мое самое любимое, потому что хрен его пойми, хороший он или плохой. Ну, потому что характеристика хорошая и плохая — это максимально абстрактные характеристики, которые надо очень сильно и сильно декомпозировать. Оценивается полнота ответа, оценивается релевантность ответа. И уже на основании количества этих метрик можно собрать какое-то более-менее единое понимание относительно того, хорошо вы отвечаете на пользовательские запросы или нет. И для того, чтобы сделать такие выводы, нужно не 20-30 строк, которые у вас есть, а значительно большее количество данных в поиске оценивается в каком-нибудь таком среднем поиске. Оценивается что-то типа 10 тысяч строк в день. И это, ну, скорее минимальная граница, чем максимальная. То есть вы понимаете, насколько большое количество размеченных нормальных данных нужно, чтобы потом делать какие-то выводы и как-то улучшать продукт, который у вас есть. А это сотрудники МЛС занимаются или что-то из Яндекса Толоки? У всех свои сервисы есть на самом деле. То есть у нас, конечно, есть свои асессоры, у Яндекса есть свои асессоры. И не все асессоры Яндекса – это Толока. Есть, конечно, люди, которые прям, у них там должность условно, асессор, которые этим занимаются. Толока – это такой краудсорсинговый условно сервис, где можно, ну, не краудсорсинговый, а в смысле там кто угодно может этим асессором быть, но не всегда такое бывает. Не всегда это подходит. Вот, например, если вам нужно оценить, правильно ли поставлено в слове «ударение», здесь вам кто угодно не подойдет, потому что некоторые звонят, а у некоторых торты. И как бы как хотите. А вам нужно, чтобы все-таки они звонили и желательно ели торты. Вот. И чтобы ваш там условно-голосовой ассистент придерживался тех же принципов по возможности. Вот. И не было таких, да, странных моментов. А как вы измеряете согласие между ассессорами и как вы выбираете данные, на которые стоит, ну, то есть, то, что верные данные? Ну, это, конечно, хороший вопрос. Я не уверена, что я могу вам это вручать. Отвечать на него я, конечно же, не буду. Но так, в общих чертах. Ну, опять же, это очень большое количество данных. И мы, у нас есть своя шкала оценки для ответа. Для разных ответов разные шкалы оценок. Мы смотрим на эти оценки, берем от них какое-то число. Ну, вы же понимаете, я не могу всем всего рассказать, но тем не менее, берем какое-то число, вот. И понимаем, что это, ну, это действительно так и есть. И мы смотрим, конечно, какое количество, нет, сколько ответов, сколько людей отметили условно этот ответ как хороший, сколько людей отметили этот ответ как плохой, ну, и прочие такие вещи. Ну, собственно, абсолютно как-то очевидные, мне кажется. Вот. И уже на основе этого смотрим, действительно, брать или не брать. Но у нас, конечно, есть там свои внутренние проверки на адекватность всей этой процедуры и на адекватность полученных данных. Мы, конечно, там потом сами смотрим, да или не да. Вот. И да. Если да, то берем, если нет, то не берем. Я понимаю, что это не тот ответ, который вы хотите услышать. Но я, к сожалению, больше рассказать не могу. Ну, это, конечно, очень большая история. И если так на самом деле хорошо подумать, то вокруг нас вращается такое вообще невообразимое количество данных, которые можно как-то анализировать, что прям ужас иногда прибирает на самом деле. Ну, собственно, поэтому, конечно, стала популярна вся эта бигдата, ее обработка и работа с ней. Иначе бы такого хайпа вокруг не было. Но, тем не менее. И очень прикольно, что такими средствами, как просто установка анаконды и Питер ноутбука и курсы бесплатные Андрю Ина, мы можем прикоснуться к прекрасному. Если это, конечно, можно так назвать. Знаете, у Яндекса есть свой курс на Курсере, и одна из... Ну, там, вводное видео каждой неделе, каждому курсу называется «Как прекрасные анализы данных и машинное обучение». Вот. Так что, используя Питер ноутбук, можно понять, насколько это все прекрасно. Не у всех я вижу воодушевление на лицах, потому что импорт Пандас, наверное, не выглядит как самое лучшее в вашей жизни, но поверьте, это пока. А потом как-нибудь приноровитесь, начнет нравиться, ничего страшного, все хорошо будет. Тут, на самом деле, в этом датасете и в этом ноутбуке я хотела бы обратить ваше внимание на то, как я, конечно, скроллю все это вниз в эфирных гениально, а еще на то, как мы меряем вообще точность нашего классификатора, который у нас был. Потому что, если его не мерить, можно предсказывать все, что угодно. А потом окажется, что предсказываете вы это с вероятностью, ну, типа 20%. Вот. Собственно, в прошлом ноутбуке, почему там паралавина вырезана? Потому что там именно так, на самом деле, и получалось. Там была точность предсказания примерно 20%. Заметила я это сегодня утром, дописывать не стала. Вот. А у этого, в принципе, более-менее терпимое. Так что смотрите. И тут сразу же хочется сказать про то, что вы и ваша задача как продакт-менеджеров, в том числе ребятам из Data Science и Machine Learning отделов, ставить продуктовые задачи и объяснять им, зачем их работа нужна. Потому что иначе у вас получается Data Science ради Data Science и машинное обучение ради машинного обучения. Это, конечно, замечательно. Ресерч и шелестеть статьями — это очень круто. Вот. Но бывает такое, что, к сожалению, ну, вот это очень часто происходит. Пока я готовилась к этой лекции, я посмотрела очень много датасетов и kernelов с Кегла и увидела практически везде вот именно эту ситуацию. То есть берется датасет, чистятся данные, запускается Random Forest, прекрасно, accuracy score 82, и тут ты спрашиваешь 82 чего? И не понимаешь чего, потому что человек что-то взял, что-то научил, все сошлось, он что-то предсказал, зачем это надо, кому это надо, вообще максимально непонятно. Ну, то есть, и это очень часто встречающаяся ситуация, потому что продуктовый подход ко всем этим вещам, он достаточно сложный. Людей переделать, ну, не переделаешь, а донести до них то, что они стоят что-то делать для того, чтобы что-то улучшать, а не просто ради того, чтобы что-то делать. Вот. На это требуется определенное количество времени и достаточно большое количество усилий. Вот. Когда ты приходишь и рассказываешь, ты знаешь, зачем ты это делаешь? Нет. Ты делаешь это для того, чтобы, смотри, какой у нас был хороший продукт. И для этого очень помогают океары. Да? Да. Вот. Они помогают, на самом деле, реально сильно. И мы как раз, когда проходили этап укеаров, у нас первый подход к укеарам был следующий, что мы собирали с наших коллег, собственно, то, как они сейчас это все видят. И мы когда посмотрели то, как они все это видят, мы подумали, что... Что-то мы, видимо, не очень хорошо доносим, то, что нам нужно. Потому что, ну, люди явно делают какие-то технические штуки, чтобы технические штуки были классными техническими штуками. А в итоге получается, что они классные технические штуки, но кому они нафиг сдались, все эти классные технические штуки, вообще непонятно. Ну, то есть, ну, реально, я вот видела в океаре, там, такую-то, вот, сделать такую-то модель. Ну, это, конечно, цель, и, конечно, она весьма благородная, но как это связано с продуктом, ну, вот, здесь всегда должна быть, возвращаясь к теме чуть-чуть машинного обучения, так, чисто, корреляция между тем, собственно, что вы делаете с данными, и что вы делаете в технической части, и тем, что вы хотите добиться в плане продукта. К сожалению, очень часто этого нет. И, собственно, потом мы видим вот эти все кернелы на кегле, которые все проанализированы, и что-то сделано, лог-регрессия обучена, скорые классные, а что вообще происходит, вообще непонятно. Ну, то есть, совершенно неясно, и это часто абсолютно бывает. К сожалению, очень тяжело и больно лечиться. Ну, больно для менеджера. Для людей надо, конечно, стараться это сделать максимально безболезненно, но когда вы сами обнаруживаете, что у вас что-то работает, в общем, не так, как вы думали, что оно работает, это, конечно, такая достаточно фрустрирующая штука. Ну, ничего, с этим можно жить, это можно лечить. Чего вам рассказать еще? Я вроде все рассказала, ничего такого особого больше не осталось. Что-нибудь спросите, может? Жало, что до марки не уйдет. А я так и знала, что вы это скажете. А я так и знала. Ну, я могу лично вам задать, если вы хотите, пожалуйста. Мы можем потом обсудить, собственно, что с этим со всем делом делать. Можно, конечно, предложить вам вскор на когли выбить. Вот. Какая у тебя домашка в этой лекции сейчас? Да, в твоей. Про лекцию машины перевод. Про перевод. Сложно лад. Ну, нет. Нет, они нормально, они справятся. Можно вот... Хотите машину? Второй смертный вывезти. Ладок, что ли? Ну, подтянем человек, ничего. Можно случайный лист обучить. Ну, можно, да. Но можете на самом деле попробовать обучить случайный лист и КНН, и потом расскажете, как у вас получилось с этим датасетом. Можете мне просто написать. Да, нет. А? Пойти на раз. Обучите, потом расскажете. И расскажете, что у вас там с accuracy. Нормально, ненормально? У меня было нормально, но как бы... Я не настоящий сварщик вообще. Не очень. Давайте я вам еще что-нибудь расскажу вообще про эти вещи, где они применяются, и почему эти люди так дорого стоят. И почему вообще на это очень многие учатся сейчас. Ну, понятно, что очень многие учатся из-за хайпа, но как это применяется, есть много разных вариантов. Во-первых, конечно, если мы разрабатываем поиск, то тут, в принципе, вопросов нет. Там все густо намазано машинным обучением, нейросетями и прочими вещами. Ну, на самом деле нейросетями поиск не всегда густо намазан, но это достаточно интересный и непростой подход, который можно использовать и смотреть, как он приносит в лучшем случае профит. У нас ребята пробуют разные вещи. Чаще всего, конечно, получается хорошо, они молодцы. Где еще это используется? Это используется, конечно же, в рекламе, когда вы пытаетесь понять или помочь заказчикам понять, кому вашу рекламу показывать. И как ее показывать, с какой частотой, на каких площадках, с какой периодичностью и прочие такие вещи. На самом деле, если грамотно все это сделать, это, конечно, сэкономит бешеные тысячи и даст очень неплохой прирост по профиту. Где еще это используется? Это используется в анализе естественного языка. Ну, то есть, собственно, то, о чем сейчас говорил Олег, что у него последняя лекция про машинный перевод. В машинном переводе, безусловно, конечно, эти вещи все используются. Кроме того, мы с вами смотрели, тут капелька совсем была про то, что есть отзывы. Не могу найти. Где? Вот. Да? Да. Вот, мы смотрели с вами, что есть отзывы, и они бывают там позитивные, негативные. В общем, если правильно с этой вещью работать, то можно использовать это для мониторинга мнений в социальных сетях, например, и собирать таким образом данные. То есть вы получаете какие-то текстовые корпуса на вход, анализируете их, всякие вот этой вот математической магией, и на выходе получаете то, насколько ваш продукт хороший по мнению людей или плохой. Почему так? Потому что это поможет обработать очень большой объем вот этой входящей информации на естественном языке, вот, и получить сразу какие-то выводы. У нас, на самом деле, всего 200 системы в России, которые занимаются вот мониторингом мнений в соцсетях. Это Юскан, по-моему, и еще какая-то, которая, я не помню, как называется. Вот, но они это делают и как-то делают. Вот, как-то у них это выходит. Ашманов тоже занимается этим? Ну, Ашманов и партнеры. Вот, в общем, многие ребята всякими этими штуками, всякие такие штуки пытаются проворачивать. Почему? Понятно, почему? Потому что так вы собираете пользовательский фидбэк быстро и получаете сразу какие-то выводы. Можете дальше понимать, в какую сторону вам двигаться или не двигаться. Так, ну вообще, на самом деле, машинное обучение, мне кажется, в любое место можно так органично воткнуть. В этих продуктах можно предсказывать отток, предсказание отток, которые используются и геймеров, и игроков. Ну, да, это да. И плюс вот то, что мы с вами говорили про анализ рисков на позапрошлом занятии, в общем, на каком-то занятии. Собственно, конечно, анализ рисков тоже можно проводить методами машинного обучения, имея достаточное количество данных. Это суперудобно, когда у нас все это есть, когда у нас есть математика, методы Монте-Карло, Амадстат. Вот это все прекрасно. Все сделал, написал, все отлично получилось. Конечно, это занимает очень много времени, а не три минуты, как я вам тут сейчас это все сказала. Этому надо какое-то время поучиться. Вот Егор может рассказать, насколько долго этому нужно учиться. Но, тем не менее, из этого может получиться что-то полезное. В каких еще сферах? Конечно, в медицине. Конечно, в медицине этого сейчас очень много, и очень многие вещи сейчас в медицине работают с технологией CV, компьютер-вижн. Это связано со всякими часто рентгеновскими снимками и прочими вещами. Моя знакомая в Австралии занимается тем, что распознает признаки диабета, собственно, по белку глаза и по оттенкам радужки. То есть они получают, у них есть большой датасет с картинками, с фотографиями глаз, и они это все анализируют, гениально смотрят и пытаются предсказать, есть ли там диабет или нет. Казалось бы, но, тем не менее, вот это тоже так работает. Логичный вопрос, ну, кроме этого, конечно, всякие вот эти штуки, типа стартапов вроде компании «Инсилика», которая у нас в Сколково работает, там есть и продукт, который занимается тем, что говорит вам, какая вероятность того, что вы заболеете тем-то или тем-то, или не заболеете, и что вам нужно, чтобы этого, конечно же, счастливо не случилось. Такие вещи тоже бывают. Из этого вообще выходит достаточно логичная, ну, не проблема, а многие люди задают достаточно логичный вопрос, что же делать, когда вот все станет густо намазано машинным обучением, и чем же мы тогда будем работать? Не будем ли мы просто подметать полы? Скорее всего, нет, потому что тогда уже будут роботы, которые тоже будут подметать полы. Понятно, что мы будем никому не нужны. Но на самом деле это вообще ни разу не так, потому что все-таки эти системы созданы для того, чтобы предсказать что-то и проанализировать какие-то факты в достаточно большом объеме. Но принять какое-то действительно важное решение, например, в сфере медицины, все-таки это должен делать человек с определенным уровнем образования, практической деятельности и, наверное, какого-то количества все-таки эмпатии иногда. Не всегда, но иногда. И это достаточно сильно влияет на исход того, что может получиться в итоге. Так что нет, человеческий фактор, хороший он или плохой, он все равно останется, и человеческие профессии все равно в итоге будут нужны. Вообще есть теория о том, ну, теория, идея того, что большая часть всей длительности действительно будет автоматизирована, и вот это peer-to-peer communication между людьми, человеческое общение, оно останется такой, как бы это сказать-то, элитной составляющей любого предложения на рынке. То есть вы пойдете в магазин ногами, чтобы пообщаться с человеком, который вам что-то подскажет, и это будет считаться какой-то высшим классом фичой условно. Или вы пойдете в ресторан и будете общаться с официантом, и это будет элитный ресторан, потому что в другом ресторане официанты там уже все будут роботами, а этот вам там порекомендует вино, расскажет про аромат, потому что, ну, верите вы роботу, когда он расскажет, что там нотки, я не знаю, шоколада и вишни, ну, не знаю, у меня как бы есть некоторые сомнения в этом. Хотя есть и такие вещи, которые могут, в принципе, такие штуки определять, но тем не менее. Вся эта штука перейдет просто на другой уровень, и общение с людьми, казалось бы, насколько странно, да, оно будет считаться более элитной частью любого бизнеса, любого рынка. Вот такая вот интересная история, хотя, ну, сложно в это, наверное, сейчас до конца поверить, потому что иногда нам сейчас общение с людьми кажется не совсем не элитной составляющей, вообще всего, чего только может быть. Собственно, как-то вот. Появились вопросы? Или нет? Если у вас продавец очень мило опрятал, для меня уже элитная составляющая и сегодняшняя неделя. Ну, на самом деле, да. Сейчас вообще в последнее время паттерн, слава богу, сменился, и вместо того, чтобы чаще всего получать какие-то безрадостные лица и комментарии относительно себя в магазинах и каких-то местах, мы все-таки по большей части получаем плюс-минус более качественный сервис, потому что сейчас от пользовательского, господи, фидбэка зависит очень многое. Если он, конечно, плохой, то там развития бизнеса ожидать особо не приходится. Да, особенно, кстати, это можно посмотреть отлично в фастфудах, там прям супервежливые ребята работают, прям приятно, да приходить. Опасно для здоровья, но, в принципе, приятно. Вообще для всего остального, для души. Зашли в KFC для души. Почему нет? Почему нет? В общем, те, кто хочет домашку по этой теме, вдруг, она не будет оцениваться, потому что, ну, уже, как бы, извините, но вы можете обучить Random Forest и КНН и прислать мне, и мы посмотрим, вместе обсудим и решим, что с этим дальше делать и как с этим быть. Вы можете посмотреть, на самом деле, еще на данные, может, переработать их другим образом, потому что, ну, не факт, что у меня тут все суперчисто и классно происходит. Нано вон там всякие есть. Так что посмотрите. Я не знаю, что еще рассказать. Я, кажется, рассказала все. Ну, в смысле, не все машинное обучение, это, как бы, конечно же, нет, но то, что я планировала, я, кажется, рассказала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, и, конечно, спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,